Мне нужно больше нефти. Казанского университета здесь представлено несколько докладов, поскольку наш университет активно занимается разработкой химических реагентов для выучения нефтеотдачи и является одним из ведущих центров в этом направлении. Игры будущего для студентов. Это новинка, это всегда интересно, мне такое было бы очень интересно попробовать. Кто такой Иван Ионенко? Он был удивительно эрудированным человеком. К нему можно было прийти с любым совершенно вопросом, по любому периоду истории и получить взвешенную, аргументированную консультацию. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Маргарита Михайлова. Представители Казанского федерального университета получили гранты правительства Республики Татарстан «Алгарыш». В этом году отмечено 53 проекта. В бизнес-центре Корстан стартовала двухдневная вторая международная научно-техническая сессия, на которой специалисты из разных стран представили свои разработки и мысли по проблеме увеличения нефтеотдачи с использованием химических методов. 7 июня бизнес-центр Корстан принимал высококлассных специалистов нефтегазовой отрасли со всего мира. Коллеги обсудили развитие и тиражирование наукоемких и технически сложных проектов химических методов увеличения нефтеотдачи, которые требуют комплексного вовлечения нефтегазовых компаний, вузов, научных институтов и инжиниринговых компаний, производителей специализированных химических реагентов и оборудования региональных и федеральных органов власти. В ходе научно-технической сессии научно-коллектив Казанского федерального университета представил свои доклады. Есть определенные сложности с химическими реагентами, которые поставляются нашей страной, поэтому сегодня здесь собрались специалисты, которые, с одной стороны, являются производителями, с другой стороны, разработчиками, а с третьей стороны, потребителями. Казанского университета здесь представлено несколько докладов, поскольку наш университет активно занимается разработкой химических реагентов для увеличения нефтеотдачи и является одним из ведущих центров в этом направлении. Это ПАВы и полимеры для повышения нефтеотдачи, которые можно использовать для различных условий, в том числе осложненных. Проекты по развитию химических методов увеличения нефтеотдачи актуальны для всех недропользователей с трудноизвлекаемыми запасами и зрелыми месторождениями. Развитие российских химических методов увеличения нефтеотдачи – серьезный вызов, который даст импульс развитию целого ряда смежных отраслей промышленности, созданию новых продуктов, а также импортозамещению производства специализированной химии и оборудования. По словам Даниса Нургалиева, проректора по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Казанского федерального университета, на прошлогодней конференции были определены стратегическое видение, реальные практические шаги на ближайшее будущее и договоренности между участниками о планируемых проектах. Встреча 2023 года стала логическим продолжением обсуждения результатов реализации идей, а также обозначения новых точек роста и перспектив. На мероприятии коллеги обменялись актуальным опытом и выслушали идеи ведущих ученых отрасли. Количество участников и их активность в обсуждении проблем показали важность и перспективность химических методов увеличения нефтеотдачи. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева состоялась церемония награждения призеров и победителей студенческой спартакиады Республики Татарстан. В ходе мероприятия выяснилось, что в следующем сезоне в программу состязаний будут включены фиджитал дисциплины. Подробности в следующем сюжете. Мы всегда это движение поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. Это очень важно. Мы считаем, что в учебном заведении, помимо основной миссии учебы, люди должны заниматься спортом, физкультурой. От армрестлинга до шахмат и фитнес-аэробики. Сборные вузов Республики ежегодно встречаются на спортивных площадках спартакиады студентов. Художник ты, тренер или инженер? Совсем не важно. Условия участия равны для всех. Попробовать свои силы и сразиться за денежный приз может каждый. В этом году призовой фонд составил более 8 миллионов рублей. Сегодня награждение лучших из лучших наших любимых, наших самых сильных спортсменов. Это та работа, которую мы проводили на протяжении 9 месяцев. И сегодня наконец-то узнаем, кто нас победил и в общем зачете, и также по шести лигам спорта. Основными задачами спартакиады студентов являются пропаганда здорового образа жизни, совершенствование спортивной работы в образовательных организациях, а также выявление лучших спортсменов и команд. В этом году в программу спартакиада вошло 29 дисциплин. Со следующей сезоной мы планируем ввести две дисциплины. Они более-менее понятные и сегодня, так скажем, прижились уже в регулярной жизни. Это фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол. Но они такие и понятные, и достаточно простые, инфраструктурно простые, потому что для остальных видов надо застраивать площадки. То есть это так трудоемко и капиталоемко. Поэтому мы в этом направлении смотрим. Есть запрос, вы правильно сказали, у студентов, чтобы попробовать такой формат. Фиджитал-дисциплина объединяет в себе физический и киберспорт. С 2022 года тестовые соревнования по ним проводятся на различных спортивных объектах столицы Татарстана. Уже в следующем году состоятся полномасштабные международные состязания. Приобщить студентов к новым видам спорта – идея, которая пришлась организаторам и участникам спартакиады по вкусу. Когда я только услышала о том, что это смешение киберспорта и реального спорта, я подумала, что это новинка, это всегда интересно. Мне было бы очень интересно попробовать. Думаю, это какое-то переключение с площадки. То есть нужно будет абстрагироваться и попробовать себя на виртуальной площадке. Мне кажется, это будет очень интересно. Участие в спортивных состязаниях объединяет студенческое сообщество. Каждый год формат их проведения меняется. Вместе с этим растет и интерес. В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошло открытие выставки «Ученый-фронтовик-наставник», посвященной Ивану Ионенко. Подробнее смотрите далее. В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошло открытие выставки «Ученый-фронтовик-наставник», посвященной 110-летию со дня рождения Ивана Ионенко, заслуженного деятеля науки ТАСССР, профессора, доктора исторических наук, участника Великой Отечественной войны. Выставка подготовлена музеями Казанского университета совместно с научной библиотекой имени Николая Лобачевского и Государственным архивом Республики Татарстан. Выставки начали готовиться заранее. На протяжении предыдущих двух лет Сергей Иванович Ионенко приносил в музей личный архив своего отца. Приносил его постепенно, по мере возможности. Мы знакомились с этими документами. Там были рукописи, книги, записные книжки, фронтовые письма, а самое главное – фотографии. Поначально мы предполагали, что выставка, как обычно у нас юбилейные выставки, разместится в предактовом зале музея истории. Но когда мы оценили весь объем материалов, который у нас оказался, мы поняли, что, наверное, ее лучше делать в музее Лобачевского. Потому что и вклад Ивана Михайловича в развитие исторической науки, не только нашей региональной, но и российской, достаточно велик. На выставке представлены личные вещи Ивана Ионенко. Это фронтовые письма, документы, дневники, а также книги из личного архива, которые были переданы в музей истории КФУ сыном профессора Сергеем Ионенко. Он как бы по-новому переживал историю нашей семьи, связанную, прежде всего, с Иваном Михайловичем. Это увлекательное было занятие, поиск архивных материалов, анализ их, изучение, передача в дальнейшем в музей истории КФУ. Ну, соответственно, и фотографии. Здесь уже говорилось о том, там больше двухсот фотографий. Мы посмотрели, создали легенду каждой фотографии, дату, кто там изображен, в связи с чем эта фотография появилась. И на самом деле, вот когда мы собираем все вместе, эту информацию появляется определенный цельный образ, скажем, героя. Избрав карьеру педагога в 1929 году, Иван поступил в Соболевский педагогический техникум, параллельно работая учителем, а позже став директором в сельской школе. С началом Великой Отечественной войны Ионенко ушел на фронт и служил в составе 18-й стрелковой дивизии. Также в годы войны он служил в оперативном отделе штаба 4-й ударной армии и ввел журнал боевых действий войск 2-го Прибалтийского фронта и Курляцкого направления Ленинградского фронта. Иван Ионенко подготовил первый том истории 4-й ударной армии с множеством фотографий и схем. Впоследствии многие научные труды историка будут посвящены событиям войны. Отметим, что именно Ионенко положил начало изучению боевого пути 334-й стрелковой дивизии, сформированной в Татарстане. Эту деятельность продолжили его ученики, поисковики снежного десанта, историко-филологического факультета Казанского государственного университета. О боевом пути Ивана Михайловича известны из его личных записок. Эта книга называется «Нам же диплом не записки штабного офицера». Иван Михайлович написал в конце своей жизни воспоминания о своем боевом пути. Как я уже говорил, он прошел войну от начала и до конца. То есть отложился огромный материал, тоже связанный с Великой Отечественной войной и с его боевым путем. В частности, отложились его личные письма, как его письма жене, так и письма ему самому от его друзей. После войны Ионенко начал работу в Казанском государственном университете. Он возглавлял кафедру истории СССР, был председателем специализированного совета по защитам диссертаций при Казанском государственном университете. За это время под его руководством защитилось около 50 кандидатов и 10 докторов наук. Многие из них впоследствии стали основоположниками научных школ в различных вузах нашей страны. Домашняя атмосфера создавалась Иваном Михайловичем, и при всем при этом он был удивительно эрудированным человеком. К нему можно было прийти с любым совершенно вопросом по любому периоду истории и получить взвешенную, аргументированную консультацию. Вообще мне хочется сказать, что прав человек, который выдал такую фразу, что большое видится на расстоянии. Вот 110 лет, как Иван Михайлович родился, уже больше 30 лет, как его с нами нет. Но мы до сих пор открываем в его трудах и в его биографии что-то новое и что-то для себя полезное. После выставки состоялся и круглый стол, где обсудили написанную учениками Ионенко книгу о жизни своего преподавателя, а также о его научной деятельности. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов, Универньюс. Агентство РАИКС составило 12-й ежегодный рейтинг лучших вузов России. В топ-20 рейтинга университетов вошел Казанский федеральный университет. По уровню научно-технической деятельности он занял 10-ю позицию. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!